Вторую иглу играем, тем более сложнее, когда уже понимаешь, с точки зрения функционального состояния, хотя мы, я думаю, в этом плане сработали неплохо, что больше задействовали игроков, которые меньше и по объему получили, и в принципе и мало игровой практики получают у нас. И поэтому здесь, можно сказать, мы преуспели. Что касается результата, мы довольны, выиграли, тем более у нас была неудачная серия, и чувствовалось, ребята, так скажем, переживают, волнуются, хотят реабилитироваться. Ну и что касается психологии, да, что касается непосредственно действий на поле, да, сказывается в техническом браке, в поспешном решении. То есть здесь, как бы, мы, конечно, очень довольны, что с хорошим настроением, тем более долго пробыли в вашем городе, и поэтому это очень важно для нас. Хочу поздравить болельщиков, которые приезжают, и эта игра не исключение была, да, они приехали, поддержали, и на тренировке были с нами, и чувствуются, что они за нас очень сильно переживают. И те, которые были на стадионе, и за пределами, за это большое спасибо. За поддержку, за, так скажем, веру в команду. Хотелось бы задать такой вопрос. Вот, получается, у нас два матча подряд в Нижнем Новгороде. Действительно, такое редкое явление, когда на одном стадионе два матча проходят. И хотел бы спросить, результат получился зеркальный относительно, вот, и как настраивать своих ребят непосредственно на эту игру? Понимаю, что время, наверное, провели в Нижнем Новгороде, и удалось ли как-то культурно провести время, что-то посмотреть в столице, как положено. Спасибо. Спасибо, да, за вопрос. Как настраивать? Да, в принципе, именно к этой игре как-то дополнительно не пришлось прибегать к каким-то там мотивационным моментам и так далее. Потому что я вижу, я с ними живу, я вижу их отношения, потому что они недовольны ситуацией, да. Потому что у нас были две игры, которые, ну, я не беру кубковую, две игры, которые очень, так скажем, обидно уступили, потому что и по ходу, и по качеству, наверное, и по счету выигрывали. Ну, где-то здесь нам, конечно, не удалось содержать победы, поэтому эмоциональный фон был, так скажем, не очень позитивный. И поэтому я вижу, как ребята относятся, как они работают, как они хотят, так скажем, вот та полоса, которую мы выигрывали, то самочувствие, да, то поведение, то те взаимодействия внутри команды, они очень-очень такие, ну, здоровые, я имею в виду, да, и не очень, так скажем, по ним соскучились. Поэтому я ни к чему такому не прибегал, все понимал и, наоборот, старался где-то отпустить ситуацию, потому что не накачивать, там, скажем, дополнительно как-то. А что касается про культурный досуг, да, вы сказали, как мы понимаем. Ну, в принципе, времени особо было, да, у нас посвятили на следующий невосстановительном мероприятии, и погода не особо на этот момент выдалась. И, как бы, индивидуально, если кто-то вышел, мы жили напротив Кремля, и прям все можно, как бы, было все в доступности, так скажем. Я думаю, ребята прошлись, посмотрели. Ну, если честно, я был, да, в этом городе, играл даже в один год, ну, преобразился в хорошую сторону, очень прям. Добрый день. Михаил Борсков, веки из-за общества, спортивный Арзамас, ну, Арзамас. Скажите, вот, они не зайдут с другого края. Хотел бы похвалить вашу команду за тот уровень, который нечего, который сегодня по-разному в вашем коллективу. У меня вопрос. По качеству голов, например, первого гола, оцените, то по десятибалям, насколько был добит? Первый гол? Первый гол. Очень тяжело, как бы, оценивать свою команду, да, и тем более, ну, и, естественно, скажу, десять, если не по десятибалям. Там просто, ну, там больше, конечно, индивидуальное мастерство, там, Волков, да, как бы, протащил полуполе, да. Да, Джон, то, что он умеет, это стоять корпус, разворачивать защитника, и Ахметов оказался в нужной позиции. Поэтому тут, как бы, очень важно, самое главное, это забили, да, и любой гол, наверное, он оценивается, особенно, когда своя команда забивает, наверное, я десять поставлюсь, это очень важно. После финального свистка оставили у вас такие вопросы, есть любые силы? Вы знаете, я, как бы, один раз позволил, больше, взорекся, больше не буду вообще комментировать все действия, и поэтому, а какие вопросы? Вот поэтому, по удалению вы имеете в виду? Или как, вы что имеете? Ну, я так понимаю, когда, ну, они же смотрели две, да, карточки в ВАР, наверное, когда смотрели, приняли решение вопросов, там не оставалось. Первая, первая красная, это вторая желтая была, да, а вторая прямая красная, насколько я просто отвернулся, да. Ну, я не знаю, и тут, конечно, мы тоже, как бы, попадали под этот, под такие ситуации, поэтому тут тяжело комментировать, опять же, наверное, коллега с другом команды, соперника, более, так скажем, выскажет свою позицию на этот счет. Можно туда немножко наполнить? Да. На протяжении всей игры между дворами игроками был достаточно большинственный стычек, чтобы как раз-таки повысило градус игры, и, возможно, если вы, собственно, как раз-таки все, как раз-таки карточки не было, я вот с этой точки зрения спросил, потому что задевали как это было фильма, так и работали красная дата. Ну, если вы хотите мое мнение услышать по поводу желтых, там, ну, я, наоборот, считаю, что футбол – это часть борьбы, единоборства, и, так скажем, когда, там, на первых минутах ты сажаешь, там, полкоманды на желтых, тяжело рассчитывать, что можно, ну, до финала доехать, ты в полных составах, соответственно, это тоже, как бы, борьба, единоборство, там, подкат, это все, как бы, элементы игры, на которые люди приходят, да, и хотят увидеть. И, соответственно, здесь, например, если смотрим английский чемпионат, да, там, там идет, наверное, в разы больше, там, я бы так сказал, даже ожесточеннее борьба и на каждом участке поля. Отсюда, получается, смелые, уверенные действия, потому что он знает, да, что ему не сразу дадут, там, за какие-то там нарушения, там, сразу же. Ну, это мое мнение, поэтому, я считаю, наоборот, нету такой ровной, ровной, такой политики, так скажем, да, в суде, что, например, кто-то один дает судья бороться, а другой, там, не дает бороться, другой, там, через раз дает бороться. То есть, как бы, вот эта ситуация, хотелось бы ее выровнять, и чтобы мы, как бы, об этом не думали, да, мы смотрим в протокол, кто нас судит, а этот не дает бороться, а вот этот дает бороться. И как готовить команду? Ребята, давайте поагрессивнее, этот судья дает бороться. Тут, как бы, нужна быть середина, да, наверное. И поэтому, я, наоборот, за то, что повышать уровень борьбы, спортивной, не позлой такой, там, какой-то, чтобы с нанесением травмы, и так далее. Поэтому, в пределах спортивных каких-то правил.